Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите экономический календарь рынка Форекс на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. Начало следующей недели небогато на экономические события. Сейчас мы расскажем о наиболее значимых событиях понедельника, вторника и среды. Во вторник рано утром Министерство финансов Японии опубликует отчет об общем сальдо счета текущих операций в ноябре 2015 года. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 859 млрд японских йен. Напомним, что в октябре профицит общего счета текущих операций Японии составил 1 трлн 458 млрд японских йен, уменьшившись по сравнению с 1 трлн 468 млрд зарегистрированных месяцем ранее. Аналитики, напротив, прогнозировали повышение до 1 трлн 594 млрд йен. В годовом исчислении индикатор вырос на 72,3%. Несмотря на незначительное замедление, стоит отметить, что положительная сальдо текущего счета платежного баланса регистрируется в Японии 16 месяц подряд. Низкие цены на нефть и слабая национальная валюта стимулируют рост доходов из-за рубежа. Увеличение доходов, которые включают доходы от прямых иностранных инвестиций, является ключевым фактором профицита счета текущих операций. Среда начнется с публикации данных по сальдо баланса внешней торговли Китая за декабрь прошлого года. Эксперты ожидают снижение индикатора до 53 млрд долларов. В ноябре положительная сальдо внешней торговли Китая сократилась до 54 млрд в 100 млн долларов с 61 млрд в 640 млн долларов. При этом экономисты прогнозировали повышение до 62 млрд в 800 млн долларов. Экспорт СКНР в ноябре упал на 6,8% по сравнению с ноябрем 2014 года. Ноябрьский показатель оказался хуже прогноза экономистов, которые ожидали падения только на 5%. Экспорт в ноябре упал на 8,7% в годовом выражении после падения на 18,8% в октябре. Экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику. В частности, высокие показатели торгового баланса КНР считаются позитивным фактором для юаня и таких валют, как австралийские и новозеландские доллары. Помимо вышеперечисленной статистики, с понедельника по среду выйдут следующие индикаторы. Так, в понедельник в Швейцарии опубликуют данные по занятости за третий квартал. Во вторник в Великобритании выйдет объем промышленного производства и данные по ВВП. В среду Еврозона выпустит доклад по промышленному производству, а в США выйдет обзор ФРС под названием «Бежевая книга». Вы смотрели экономический календарь на канале ИнстаФорекс ТВ. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин